Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в передаче «Лицом к лицу». Наверное, вы встречали таких людей, для которых свойственно ощущение Бога постоянно. Когда задаешь вопрос человеку, когда ты познал Бога, то слышишь, я даже не могу вспомнить, когда. Мне кажется, что я знала его всю жизнь. Именно такой человек у нас с вами сегодня в гостях. Марина Кулакова, юрист, прекрасная семья у нее, муж Дмитрий, дочка Полина. Очень рада, Марина, этой встрече. Спасибо большое, что согласилась поделиться своими ощущениями тем, что такое для тебя Бог, тем, что такое для тебя эта жизнь вместе с Ним. Расскажи, пожалуйста, вот давай с этого и начнем. Когда все-таки впервые тебе кажется, ты о нем задумалась, о нем услышала, о нем узнала? Помнишь ли, знаешь ли, как это было? На самом деле, я не могу вспомнить этого. У меня такое чувство, что я с самого-самого раннего детства верила в Бога. Я верила, что Он есть, что Он добрый, что Он присматривает за мной, что я могу на Него надеяться. И большую роль в этом сыграла моя бабушка. Она, я считаю, такой воистину верующий человек. Она всегда в своей жизни стремилась эти принципы Божии осуществлять. Она всегда старалась быть доброй, открытой. Таким была она, смиротворцем. Смирение проявлялась всегда. И, может быть, у нее я впитала вот эту атмосферу. То есть, может быть, даже не то, что она тебе говорила, а то, какая она была? Скорее всего, вот это. Потому что никаких рассказов особенных я не помню. А вот ее образ, вот это поведение, оно запечатлелось очень. Она тебе не читала Библию? Нет. Не читала молитв каких-то? И она тебе даже не говорила о том, что есть Бог на небе? Ну, я думаю, что говорила. Хотя так вспомнить четко я этого не могу. Видимо, еще очень маленькая была. Да. Вот видите, дорогие друзья, как это важно, когда с самого детства мы говорим ребенку о Боге, ведем себя так, как будто бы мы находимся в Божьем присутствии. И это отпечатывается, это остается в сознании. Ребенка сопровождает потом человека всю жизнь. Марина, может быть, какие-то... Ну, вот, то есть, это был совсем возраст еще маленький, да, который ты даже вспомнить не можешь. Может быть, какие-то эпизоды, то, что было дальше. Как вот все-таки стала ты, ну, слово Бог употреблять или обращаться к Нему, может быть, в молитве? Дальше у меня сыграла роль книжки, я маленькие читала. Из веселых картинок я вырезала, сшивала маленькие книжечки, и они были библейские истории. От начала, от створения. А где ты нашла такие картинки, такие книжечки? Ну, это вот веселые картинки, это был такой детский журнал, мне его мама выписывала. И там были разные книжечки, а потом вот началась такая серия, вырезаешь, сшиваешь. И это были именно библейские истории? И там, да, начались библейские истории, если я их очень ждала каждый месяц, все прочитывала, и у меня... Ну, конечно, это же ведь мировая культура, да, то есть там в Библии то, что должно знать все человечество, рассказано. И вот начинала с этого. Да, потом еще такой мультик был, суперкнига назывался, и очень любила, ждала тоже всегда, смотрела. Там тоже очень много рассказывала, там в основном о Христе я узнала. А о молитве когда узнала? Ну, я думаю, что оттуда же я так вспоминаю. Ну, конечно, бабушка всегда молилась, но... Ты видела, как она молилась? Да, мне это было еще не очень понятно. А вот из книжек, из мультиков, и потом мне еще присылали брошюры, я уже узнала, что можно обращаться к Богу, можно молиться своими словами, и я стала молиться тогда. Брошюры пришли просто по почте от кого-то? Да, вот от этих людей, которые мультики эти делали. А, то есть ты написала тогда? Да, я очень активно, да, хотела познавать. Написала. Ну, детская молитва доступна Богу? Ведь там, наверное, никаких особых слов ты не употребляла. Ну, я думаю, что дети, они молятся всегда от сердца, искренне. Я думаю, что Бог обязательно слышит. У тебя сейчас, у самой маленькой девочки, сколько ей? Да, у меня дочке три с половиной года. Она молится уже Богу? Нет, она не молится, но я уже немножко говорю о Боге. Ну, пока, видимо, у нее как-то еще это осознание происходит. Ну, мне кажется, ты как раз такой же вот добрый человек, который всей своей жизнью демонстрирует, что такое Христос. Так что я думаю, что дочка твоя, она, конечно, воспринимает это от тебя так же, как ты когда-то это восприняла от своей бабушки. Марин, вот так у нас все очень идиллично идет история, то есть ты его знала с самого начала, и всегда он был с тобой, и всегда ты была с ним. Можно ли вот утверждать, что все-таки человеческая природа такова, что она позволяет такое, что вот можно никогда не противиться Богу, можно всегда быть близкой к Нему, или нет у тебя Ему сопротивления? Ну, конечно, иногда бывает, что не понимаешь даже иногда, куда ведет тебя Бог, не понимаешь, когда происходят какие-то проблемы в жизни, не понимаешь, ну, почему так? Бывает, какой-то протест возникает в душе, но впоследствии понимаешь, что все-таки, видимо, это было нужно, и Бог, Он знает мои нужды лучше меня, и впоследствии я все-таки понимаю. Есть ли какие-то из проблем, из каких-то жизненных ситуаций, о которых ты готова сейчас сказать, когда тебе было сначала непонятно, почему и зачем, и для чего, а потом ты поняла, что это было нужно? Ну, это есть такая одна проблема, но это очень долго объяснять все, просто я переживала очень большие такие душевные муки, и я не понимала смысл, вот, и потом где-то года через два уже мне Бог открыл, что вот это нужно было просто для твоего совершенствования, для того, чтобы ты лучше себя узнала, лучше узнала. Тебя узнала. Да, свой внутренний мир, те чувства, вообще, на которые ты способна. Если бы пришлось, например, пережить вновь это время, ты согласилась бы снова прожить те тяжелые два года, когда ты не знала, ну, какой выход найти, ради того, чтобы потом вот понять, для чего это было, для того, чтобы, ну, вот, как ты говоришь, возрасти. Это сложно, очень сложно, мне бы не хотелось. Я всегда, всегда свойственно говорю, что, Господи, мне очень хочется совершенствоваться, но так хочется, чтобы это легче как-то было. Но в то же время, ну, Господь ведь, Он бескрайне милосерд и благ, и Он допускает это только потому, что нам это нужно. Да, я очень хорошо вас понимаю, я думаю, что через это, наверное, каждый верующий человек проходит, когда мы говорим, Господи, ну, как тяжело, ну, зачем? Ну, ведь, ну, уже как-то уже и вытерпеть это, кажется, невозможно, это уже заходит за предел. А на самом деле, ведь Бог знает, когда предел, да? Он никогда дальше предел, Он не дает нам сверх сил испытаний. Я всегда, да, утешалась такими текстами, что Господь, давая испытания, дает и силы, чтобы его перенести, а сверх сил Он не дает. Мне всегда это поддерживало очень. Да, это написано 1 Коринфянам, 10 глава, 13 текст. По-моему, очень многих людей ободряет этот текст, так что, если есть дома священное писание, то прекрасно было бы, если бы вы могли так же этими словами оподрить себя. Марина, мне кажется, что очень интересную такую вещь вы рассказывали, когда учеба была на юридическом факультете, то были такие предметы, которые опровергали существование Бога. И что тогда произошло в сознании? Это скорее не опровергали, это была философия. И там я начиталась очень множество разных учений о Боге. И я поняла, что это такой абсурд, выдуманный людьми, у кого просто фантазии насколько хватило. И меня тогда дрогнуло что-то во мне, я подумала, а вдруг то, что я верю, это кто-то выдумал. То есть все-таки достаточно сильное это воздействие, да? То, как нас воспитывали, атеистическое воспитание, ну, все вот эти вот науки, философия и политэкономия, научный коммунизм у нас еще было, когда я училась. Все-таки нельзя сказать, что это проходит бесследно. То есть оно какое-то сомнение в душу может закладывать, да? Ну, возникло, да, такое чувство, и накатило просто ужас какой-то. Я вдруг подумала о том, что космос, этот весь бескрайний, он пустой, Бога там нет, и никто не управляет всем этим мирозданием. И наша Земля вот болтается, вот и вселенной, и мы на ней, как, не знаю, как мусор, просто никому не нужны, никому не рвел. Результат случайностей, да? Да, что все, что происходит на Земле, бессмысленно, все, что ты делаешь, все добрые или плохие поступки, они бессмысленны. Это как бы все уйдет, канет, и я поняла, что я не хочу жить в таком мире, где нет Бога. Вот, я сказала, Господи, неужели Тебя нет? И когда я стала молиться, в этот же день буквально я стала молиться, говорить, Господь, я надеюсь все-таки, что Ты есть. Ведь, ну как я могу сомневаться, ведь столько свидетельств было в моей жизни, а столько я слышала ответов на молитвы, я видела в своей жизни, я вижу, как Ты ведешь меня. Я точно знаю, что Ты есть. И я успокоилась, я поняла, что действительно Бог есть, что Он реальна в жизни, хоть мы Его глазами не видим, но мы можем видеть Его дела, Его руку в своей жизни. Марина, ты говоришь, я поняла, то есть, вот можно сказать, что это пришло к тебе на уровне знания, вот я узнала, что Он все-таки есть, или же это был акт веры, вот веры, я верой приняла, что Он есть, потому что книги-то ведь доказывали тебе другое. Ну, видимо, да, вера, вера, уверенность в невидимом. Да, Священное Писание говорит, да, уверенность в невидимом. Вот еще о чем расскажи, у тебя интересное такое отношение к Церкви, потому что немало людей, которые говорят, что они верующие с самого детства, что они не мыслят себя вне Бога, и тем не менее они никогда не посещают Церковь, они не читают Священное Писание. Вот тебе кажется, что полезно ходить в Церковь, что нужна Церковь? Безусловно. Расскажи немножко про это. Я считаю, что вообще Бог не зря, Он объединяет людей в Церковь, что в Церкви это особое место, особая атмосфера, когда люди верующие собираются вместе, Он говорит, что Он пребывает там особенным образом. И когда я хожу в Церковь, я ощущаю приток силы, я ощущаю, что я как-то обновилась, и у меня на всю неделю какой-то заряд сохраняется. И потом общение с верующими людьми очень помогает, когда рассказывают свои опыты духовные, свои переживания, когда можно вместе читать Библию. Это очень оказывает большую поддержку. И если не ходить в Церковь, я ощущаю, что духовные силы, они как-то истекают, что одно и тяжело очень. А почему? Ну, видимо, в этом есть поддержка такая, она незримая, такая духовная в Церкви. И когда от человека... Поддержка все-таки от человека или от Духа Святого, от Бога? Я думаю, от Духа Святого, конечно же. Ну и, конечно, большой роль играют все-таки люди. То, что Бог нас создал, чтобы мы вместе были, чтобы мы общались. А всегда ли люди оправдывают ожидания? Всегда ли они оказываются достаточно совершенными, отвечают на наши какие-то духовные потребности? Нет, конечно, не всегда. Конечно, бывают разочарования. И люди вообще, в принципе, несовершенные. Не стоит от них этого ожидать. Так же, как и мы с тобой несовершенны, так же, как несовершенен любой человек. Совершенен только Бог. И я думаю, что не нужно полагать никогда основания на человека. Будь то это даже священник. Никогда не стоит делать его, как бы, может, кумиром своим. Потому что он тоже человек. Потому что любой может ошибаться, любой может пасть. И это ничего хорошего не принесет. Нужно только на Бога ориентироваться, смотреть. Это, по-моему, очень мудрый подход. Не взирать на человека, взирать на Бога. Но, тем не менее, ты сказала, что общение с верующими людьми, ну и с неверующими, конечно, тоже, оно обогащает, оно возвышает человека. Как найти вот этот баланс между тем, что, с одной стороны, человек несовершенен, а с другой стороны, необходимо нам общение и поддержка друг друга? Я думаю, что Бог, Он это дает, Он дает любовь. Если есть любовь, то мы как-то находим, находим взаимопонимание и прощение. Обязательно нужно уметь прощать. Бог этому учит. И учит взаимоотношениям правильным тоже. Потому что я многому научилась, я считаю, за эти годы в церкви, как строить свои отношения даже с верующими людьми, потому что все мы несовершенны. И нужно стараться, нужно прилагать усилия. Какие еще черты характера у человека, которые ему даны от Бога, по отношению к которым надо прилагать усилия, чтобы они в нас торжествовали, а не противоположные черты? Что нам дано от Бога? От Бога? Ты вот сказала, любовь, терпение. Да. Что еще? Кротость, наверное. Кротость. Да, смирение, доброта. И, я думаю, очень важно стремиться всегда расти. Стремление к возрастанию. Да, то, что всегда совершенствоваться, потому что эти границы, они раздвигаются постоянно. Ты говоришь об интеллектуальном возрастании или о духовном возрастании? Ну, я думаю, что интеллектуальное возрастание, безусловно, важно. Но я больше имею в виду духовное. Они, в общем-то, рядом друг с другом идут. Они где-то рядом, да. То есть интеллектуальное возрастание само по себе, изолировано оно когда от духовного, то оно может и завести... Оно может принести вред, да. И принести боль. Горе от ума мы знаем с вами. Это известное, да, изречение. А существует вот еще такое понятие жертвенность. Это тоже, конечно, божественная такая черта. Это как-то... Как ты к этому относишься? В себе, в других? Важна ли эта черта? Что это такое? Я думаю, что без этого никак в отношениях нельзя, потому что все равно мы всегда должны как-то учитывать интересы других людей и как-то уметь уступать, уметь чем-то пожертвовать. И для Бога в том числе. Любовь без жертвенности есть? Наверное, нет. Доброта без жертвенности есть? Я думаю, что нет. Терпение без жертвенности есть? Терпения уж точно нет. Да. Но дело в том, что Господь самую большую жертву за нас принес, и Он нас наделяет этими всеми чертами, да? Да. Они же ведь не... Они нам не свойственны, но они нам становятся присущи, когда мы с Богом. Хорошо. Марина, немножко расскажи о муже, о дочери, как складываются отношения в семье, и как то, что ты верующий человек, проявляется муж, тоже ведь верующий у тебя, да? Да. Ну, безусловно, это очень помогает. Когда я люди верующие, то, что я вижу, что очень много-много браков распадается. И среди моих вот подруг, которые выходили замуж, все практически взведены. И очень сложно сохранять отношения. Но когда веришь, когда точно знаешь, что Бог благословляет, и Бог, Он всегда поможет создать, а не разрушить. И всегда поможет преодолеть все разрушительные тенденции, да? Да. Это что Он дает сил, дает мудрости, дает эту же жертвенность, это же смирение, и дает понимание лучше друг друга. Потому что люди, сталкиваешься порой, что люди очень разные, и просто нереально друг друга понятия. Говоришь, говоришь, и не можешь ни до чего договориться. И говоришь, Господи, помоги нам лучше понять друг друга. И вдруг ощущаешь, что действительно ты как бы смотришь на мир уже глазами как бы своего супруга. Что и начинаешь его лучше понимать, хоть он и отличается от меня. И в воспитании, и во многих характеристиках. Ты, Марина, ставишь перед собой какие-то ориентиры, какие-то цели, какие-то планки, что ли, в своей жизни, то, чего ты хочешь достигнуть. Что для тебя кажется важным в будущем? Твой муж, твоя дочь, твоя работа, церковь, твое духовное возрастание. Расскажи, пожалуйста, немножко о том, как ты видишь свое будущее. Будущее. Это интересный очень вопрос. Потому что я вижу его одним образом иногда, но потом вижу, что Бог меня ведет по-другому. И иногда думаешь, Господи, почему же у меня мои планы не осуществляются, они такие хорошие. Но потом я вижу, что то, что Господь мне предлагает, оно лучше. Что он меня ведет, помогает мне во всех моих делах семейных, помогает мне с жильем, с устройством ребенка в садик. То есть его можно даже о таких вещах просить? Да. Я считаю, что это дар Божий. То, что у меня сейчас есть в моей жизни. Что это все аду Бога, потому что это произошло какое-то чудо. То есть этого могло бы не быть? Могло бы происходить иначе? Я думаю, что этого даже не должно было быть. Оно есть. Может быть, тем, кто не ощущает еще так себя в жизни, тем, кто не готов сказать, я всегда знал Бога, я всегда ощущал себя в его присутствии, может быть, могла бы ты что-то сказать о том, что можно было бы посоветовать этим людям? Я думаю, что нужно доверять Богу прежде всего. Доверять, потому что Он любит нас, и Он хочет для нас только лучше. И нужно слушать Его голос. Потому что, если мы захотим, мы обязательно услышим. И Он нас поведет, и Он даст нам самое лучшее, что только может быть. Марина, скажи немножечко, что ты имеешь в виду доверять Богу? Что такое, что значит доверять Богу? Вот человек, ну, не уверен он. Вот в тебе нашлась уверенность, что все, что тебе Бог допускал, все трудности, что это было во благо. А человек не уверен, во благо ли, зачем это ему? Как суметь доверять Богу? Надо попробовать, наверное. И по опыту уже поймешь, что да, это стоило того. Сказать, Господи, я доверяю Тебе свою жизнь. Возьми какое-то дело, может быть, что-то конкретное доверить. И когда человек увидит, что Бог действует, то он же по собственному опыту будет знать, что значит доверять Богу. Огромное спасибо, Марина. Самых больших благословений желаем и тебе, и твоей семье. Всего самого хорошего тебе. Огромное спасибо за участие в программе. И вам, дорогие друзья, спасибо, что вы провели с нами это время. Я думаю, что то, что сказала Марина в заключении сегодняшней истории, и действительно в Священном Писании есть такие слова. Вкусите и узнаете, как благ Господь. Вкусите, попробуйте, ощутите на себе его воздействие. Ведь он любит каждого из нас, он дорожит каждому из нас. Он хочет самого лучшего для каждого из нас, чтобы мы были счастливы в этой жизни, чтобы мы имели надежду на будущее, чтобы мы имели надежду и на жизнь вечную, о которой, может быть, многие из нас пока не думают, но которая обязательно наступит. Спасибо. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин